МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шайнусова. Сегодня выпуски. Лоб в лоб. Годовалый малыш и женщина погибли в ДТП в Атералтской области. Автомобиль слетел в канал. Двое погибших. В семье врачи борются за жизнь ребенка, который остался один в горящей квартире. 37 пьяных водителей задержали акмолинские полицейские в новогодние праздники. Гололед стал причиной смертельного ДТП в Атералтской области. Авария на скользкой дороге унесла жизни годовалого младенца и 38-летней женщины. Полиция возбудила уголовное дело. На 147-м километре трассы до Сорби и Нео лоб в лоб столкнулись две легковушки. ВАЗ Приора и Тойота Альфард. Пассажиры Приора погибли на месте. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль буквально превратился в груду железа. В результате ДТП на месте происшествия погибли пассажиры автомобиля. ВАЗ Приора. В 2021 год рождения и 1985 год рождения. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов. Трагедия обернулась еще одно ДТП уже на западе страны. 61-летний водитель Лада Веста из-за гололеда не справился с управлением и машина слетела в Бударинский канал. В результате ДТП на месте погибла 62-летняя пассажирка. С места аварии в городскую многопрофильную больницу с различными травмами доставили еще двух женщин. Одна из которых от полученных травм скончалась в реанимации. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы. В семье врачи борются за жизнь ребенка, который остался один в горящей квартире. По информации медиков, 4-летний малыш, чудом выживший при пожаре, находится в тяжелом состоянии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При горении, изоляции, электропроводке отключите электросеть в специальном щитке. Немедленно сообщите о случившемся соседям и инициируйте эвакуацию. Отключите электрооборудование. Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям. При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком. Постарайтесь выбраться в безопасное место. Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым. Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя. Новый год не повод садиться за руль пьяными. Однако в Акмолинской области автолюбители посчитали иначе. В новогодние праздники полицейские региона задержали 37 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все последние дни стражи порядка в усиленном режиме следили за тем, чтобы на дорогах области не было нетрезвых и безответственных автомобилистов. Но без таковых все же не обошлось. Удалось выявить и лишенников, и тех, у кого прав не было и в помине, и водителей под кайфом. Все выходные и праздничные дни наряды патрульной полиции работают в усиленном режиме. Одна из главных задач полицейских в этот период – пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этом году на Акмолинских дорогах задержано 37 пьяных водителей. Еще 4 автовладельца управляли в автомашинах, будучи лишены водительских прав. 9 сели за руль вообще не имея водительских удостоверений. За 5 выходных дней полицейские подверили на штрафстоянке 50 автомашин. Ни дня не проходит без новостей о гибели людей на дорогах страны. Смерть за смертью во всех уголках Казахстана. И причины, как правило, одни и те же – нарушение правил дорожного движения. Просто задумайтесь, как много жизней можно было бы уберечь одним только ответственным отношением к поведению на дороге. И думайте об этом всякий раз, когда садитесь за руль. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова